МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа «Новый курс» в студии Аслабек Абдулов. Здравствуйте. Президентство – это не работа, а судьба, сказал на днях российский лидер Владимир Путин. От судьбы, как известно, не убежишь. Да и поправки в Конституцию тут могут быть в помощь. Сентенция о судьбе президента прозвучала в российском городе-невест Иваново. И к этой судьбе мы еще вернемся. Нурсултане же в те дни принимали зампредседателя Совета безопасности России, экс-премьера и экс-президента соседнего государства Дмитрия Медведева. Наши страны сейчас развиваются, находятся в таком важном, достаточно серьезном этапе своего развития. Вы упомянули конституционную реформу, которая у нас проходит. Большие процессы в вашей стране развиваются, мы тоже за ними внимательно наблюдаем, изучаем. Да и новый быть не может, поскольку мы друзья, мы партнеры, и должны не только помогать развитию друг друга, но и в известной степени учиться некоторым уже прошедшим этапам, периодам или элементам нашего развития. В известной степени учиться некоторым уже прошедшим этапам нашего развития – это про так называемые казахские сценарии транзита власти, то есть распределение президентских полномочий между коллективными органами и возможность для предыдущего президента сохранять некую почетную должность, связанную, тем не менее, с реальными полномочиями. Большинство политологов прогнозировали для России именно казахский сценарий транзита власти, который был у нас реализован 19 марта 2019 года. Ваш богатейший опыт государственной деятельности, безусловно, послужит делу укрепления российской государственности. Тем более, сейчас, по нашим наблюдениям, Россия вступает в новый этап своего развития, имеет место конституционная реформа, мы ее внимательно изучаем. Конечно же, она представляет очень большой интерес для Казахстана, коль скоро мы являемся союзниками, стратегическими партнерами. Пользуясь возможностью, я хотел бы передать привет и наилучшие пожелания президенту Российской Генерации Владимиру Владимировичу Путину. В соответствии с Конституцией Путин не сможет участвовать в следующих выборах, а они должны пройти весной 2024 года. Напомню, что в своем январском послании Федеральному собранию он предложил внести в основной закон страны ряд поправок. С тех пор политическое будущее Путина после изменения Конституции стала главной темой для обсуждения как в экспертном сообществе, так и во властных кругах. И все крутилось вокруг поправки в Конституции, которую наделяет Госсовет, прежде совещательный орган без реальных полномочий, конституционным статусом. Эксперты прогнозировали, что именно руководством Госсовета Путин и займется, покинув президентский пост. Политологи были уверены, что Кремль остановился на таком варианте транзита, и Путин в итоге получит российскую версию должности отца нации, по аналогии с первым президентом Казахстана, Ельбаса Нурсултаном Назарбаевым. Общероссийское голосование по поправкам Конституции ожидается 22 апреля. В январе российский президент предложил изменить Конституцию и внес в Госдуму соответствующий законопроект. Вы знаете, в 2000 году по моей инициативе был возрожден Государственный Совет, в работе которого участвуют главы всех регионов. За прошедшее время Госсовет показал свою высокую эффективность. Его рабочие группы обеспечивают профессиональное, всестороннее и качественное рассмотрение наиболее значимых для граждан и страны вопросов. Считают целесообразным закрепить в Конституции России соответствующий статус и роль Государственного Совета. В перечне конституционных реформ выделяются и другие рекомендации к действию. Например, ввести приоритет Конституции Российской Федерации над международными договорами, ввести запрет на иностранное гражданство и вид на жительство для председателя правительства, министров и глав федеральных органов, губернаторов, сенаторов, депутатов и судей, изменить требования к президенту. Он должен проживать на территории России не менее 25 лет, сейчас не менее 10. И не должен быть обладателем иностранного гражданства или вида на жительство, не только на момент выборов, но и ранее. Знаю также, что в нашем обществе обсуждается конституционное положение о том, что одно и то же лицо не должно занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков подряд. Тем временем Путин уже успел отказаться возглавить Госсовет. Эксперты прочили ему этот пост в будущем, но вопреки их ожиданиям или упреждая, президент России в конце недели заявил, что не хочет руководить Госсоветом, если этот орган будет наделен особыми полномочиями, так как это может привести к двоевластию в стране. Тут стоит отметить, что после выступления на январском послании Путин не делал никаких заявлений насчет своей роли после 2024 года. Также он и не комментировал предположение, что по окончании четвертого президентского срока он может возглавить Госсовет. Вопрос на эту явно заданную тему прозвучал на встрече с общественностью в том же Иваново. Его задала многодетная мать. Предлагается, как вы сказали, наделить, скажем, Госсовет какими-то особыми полномочиями и возглавить этот Госсовет. Что это будет означать? Это будет означать ситуацию двоевластия в стране. По мнению Владимира Путина, такая ситуация будет для России губительной. Дело не в том, что я не хочу, нет, мне нравится моя работа, но для того, чтобы сохранить свои властные полномочия, пойти на какую-то схему во власти, которая будет неприемлема для страны или будет ее разрушать, вот чего я боюсь, вот чего не хочу делать. Путин также отметил, что губительным для России будет и отказ от сильной президентской власти, походу раскритиковав идею перехода к парламентской республике. У нас без сильной президентской власти в стране будет плохо. У нас нет устойчивых политических партий, которые, скажем, в Европе столетиями росли. Но даже там, в сбои очень большие в этой парламентской системе, ну, например, в Бельгии до сих пор год не могут сформировать правительство. Всего, да, год, страна живет без правительства. Всего разных причин, политических, этнических и так далее. А у нас-то страна какая сложная. Для нас это просто невозможно. В ходу и другие варианты для Путина, будущего экс-президента. Версия о Госсовете, как о будущем месте его работы, не была единственной. Дело в том, что поправки Путина к Конституции перед вторым чтением в Думе дополнились нормой для бывших президентов. Если документ будет принят, они получат право пожизненно занимать пост сенатора. Тут делались ссылки на опыт Италии, где бывшие президенты становятся сенаторами. Политологи были солидарны во мнении, что если Путин выберет этот вариант, то рядовым членом Совета Федерации он работать не станет, а скорее всего займет пост спикера Верхней Палаты Парламента. Подобную перспективу президент России долго не комментировал. Ясность наступила в конце недели. В том же Иваново он, по сути, однозначно исключил сценарий с ролью спикера и переходом в парламентской республике. Версии о Госсовете и Совете Федерации, как о будущем месте работы Путина, не были единственными. Сразу после объявления об отставке премьера Медведева и его назначения заместителем председателя Совета Безопасности, эксперты заговорили о том, что президент по истечении своего второго срока может возглавить этот самый Совбез, восстановив таким образом тандем с Дмитрием Медведевым. Поэтому рабочий визит Нурсултана, заместителя председателя Совета Безопасности России, рассматривался наблюдателями прежде всего в контексте политического будущего Путина после изменения Конституции. И в этом политическом будущем, как мы уже говорили, не исключен так называемый казахский сценарий транзита власти, который был у нас реализован 19 марта 2019 года. Вы смотрели новый курс. С уважением к вам и с любовью к родине, Аслаббек Абдулов. Спасибо за внимание. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова